Телефонный терроризм. Службы обеспечения Армавира были приведены в состояние повышенной готовности. Родительское собрание. Специалисты рассказали, как уберечь несовершеннолетних от суицида. Опасное зелье. Наркополицейские разъяснили, чем чревато употребление и распространение наркотиков. Здравствуйте! В студии Марина Белова. Вместе с корреспондентами канала РЕН-ТВ «Армавир» познакомлю вас с основными событиями из жизни города. 22 мая в полицию поступило несколько сообщений о якобы существующих угрозах различным объектам, расположенным на территории Армавира. Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, по указанным адресам незамедлительно были направлены следственно-оперативные группы и дежурные наряды полиции. Сотрудники ОВД совместно с МЧС провели эвакуацию граждан и оцепили прилегающие территории. В результате кинологического обследования ничего опасного для жизни и здоровья граждан обнаружено не было. В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативных мероприятий. По данному факту проводится проверка. Службы обеспечения Армавира после получения информации о предполагаемых угрозах были приведены в состояние повышенной готовности. Администрация муниципалитета обратилась к жителям с просьбой с пониманием отнестись к данной ситуации и временным неудобствам, связанным с проведением оперативных мероприятий. К другим темам. В микрорайоне Черемушки продолжается строительство комплекса для занятий спортивной гимнастикой. Он будет оснащен всем необходимым инвентарем и оборудованием, включая поролоновые ямы. По проекту в новом здании смогут заниматься 25 человек в смену. Строительство комплекса началось в конце прошлого года. Сейчас уже готов каркас здания, ведутся работы по установке кровли. Все необходимые коммуникации уже подведены и в скором времени строители начнут установку сэндвич-панелей. Глава Армавира Андрей Харченко регулярно посещает стройплощадку и контролирует качество выполняемых работ. Градоначальник обращает внимание на каждую деталь, вплоть до облицовочной плитки. При входе это наверх поднимается, это проходная. Это вот то, что Наталья Ивановна огнестает. А вот это сюда, да? Это сюда. На возведение спорткомплекса направлено более 43 миллионов рублей. Его строительство поможет выполнить задачи, которые обозначены в национальном проекте «Демография». Помимо возведения оборудования здания, проект предусматривает благоустройство прилегающей территории. Все работы планируют завершить к середине лета. Продолжаем выпуск. Треть площадок для сбора мусора до сих пор находится на муниципальной земле. Между тем, уже через 7 месяцев в городе начнет работу региональный оператор, который будет вывозить бытовые отходы по новым правилам. Почему важно прикрепить контейнеры к территории домов и предприятий – в материале Инны Лепеткиной. Армавир продолжает готовиться к запуску мусорной реформы. В Краснодарском крае ее реализацию перенесли на начало 2020 года. В городе уже провели инвентаризацию всех контейнерных площадок, но часть из них до сих пор остаются муниципальными. В муниципальных площадках где-то третья часть того, что сегодня имеется. Но мусора на них образуется намного больше, потому что люди сегодня стараются вывезти свой мусор на муниципальную площадку, положить рядом и за это не платить. То есть многие предприниматели, многие жители города пользуются того, что выносят на муниципальную площадку, на самом деле не оплачивая плату за вывоз ТКУ. Некоторые, конечно, оплачивают, выносят, но никто не убирает рядом то, что находится. То есть это сегодня в тарифе предприятия, которое оказывает вывоз мусора Армавир Гортранса. А региональный оператор этим заниматься не будет, он будет заниматься этим за отдельную плату. Социальные учреждения Армавира уже перенесли мусорные площадки на собственную территорию, чтобы не тратить деньги на вывоз чужих отходов. Оплатить по счетам придется всем, ведь даже у контейнеров на муниципальной земле есть ответственные лица. Все те площадки, которые находятся на территориях земли муниципальной, есть люди, которые к ним прикреплены. И если мусор будет образовываться возле этих площадок, то за него придется дополнительно платить. Поэтому рекомендуем сегодня всем эллическим лицам, а также частным лицам, то есть иметь, во-первых, занести контейнерные площадки на территорию земельного участка, где начало для эксплуатирования дома. И второй момент – понимать, что будущего года, с 2020-го, придется за этот мусор, который будет образовываться рядом, за него придется дополнительно платить. Ведь в том числе и заниматься уборкой этой контейнерной площадки. Об этом жителям и предпринимателям напоминают на встречах и совещаниях. Следить за порядком и не допускать сволок вокруг своих контейнеров нужно уже сейчас, чтобы к следующему году эти меры вошли в привычку и армавирцы не переплачивали за жилищно-коммунальные услуги. Инна Лепеткина, Евгений Халманский, Служба информации, телеканал РНТВ «Армавир». Как не допустить суицида среди подростков, родителям и педагогам рассказали на общегородском собрании. Специалисты назвали основные причины, которые толкают детей на такие действия, и признаки подавленного состояния. Подробности в следующем сюжете. Конец учебного года и предстоящие экзамены – это серьезный стресс для ребенка. Если к ним прибавляются другие жизненные проблемы, детям сложно преодолеть их самостоятельно. Иногда страх перед жизнью превышает страх смерти, и подростки решаются на непоправимое. 62% всех семейных несовершеннолетних связано с семейными неблагополучиями, с какими-то конфликтами, боязнью, насилием со стороны взрослых, бестактным поведением отдельных педагогов, конфликтами с учителями, одноклассниками, друзьями, черскостью, охлаждающим. В последнее время участились случаи на территории города Арбандира. В 2019-м зафиксировано 4 случая, которые считаются попытками суицида. В одном случае ребенок погиб. Пострадали 6 девочек и 1 мальчик. На такой шаг они пошли из-за психических атак, расставания с парнем или ссоры с подругой по интернету. В поиске друзей в социальных сетях дети могут встретить манипуляторов или попасть в группы смерти. Если ребенка посещают мысли о суициде, он резко меняет привычное поведение. Вдруг он стал замкнутым, беседы используют, односложные ответы, стараются уйти от общения, потерял интерес к тому, что раньше доставляло радость и удовольствие. Изменения в поведении. Был агрессивным, стал спокойным. Был спокойным, теперь стал нервным и раздражительным. Настрение ребенка преобладает тоскливое, мрачное, угрюмое. На первых этапах в вовлеченности может отмечаться возбужденность и тревожность. У ребенка нарушается сон. Почти 90% суицидов являются демонстративными, то есть подросток пытается обратить на себя внимание. Если близкие не могут справиться с ситуацией, на помощь приходят специалисты. Мы будем стараться, все органы системы профилактики, чтобы этого не было. Но мы, как правило, обращаем внимание на семьи, на детей, которые у нас состоят на учете. То есть это дети группа риска, которая своим поведением, или семья, которая своим поведением, она вызывает непосредственно наше внимание, для того, чтобы мы не допустили каких-то определенных крайностей. Родителям советуют больше времени уделять детям, создавать доверительную атмосферу в семье, чтобы ребенок не оставался один на один со своими переживаниями. И еще хочу обратить ваше внимание, что, опять по той же статистике, мальчики у нас более ранимые, поэтому мальчики завершают суицид, как правило. Девочки в основном просто демонстрируют. И до последнего, даже если он продуманный этот суицид, если ребенок долго его планирует, а бывает это, что чуть ли не годами, да, ребенок постепенно-постепенно идет к этому, он все равно периодически пытается докричаться до родителей, ну, если не до родителей, если они не слышат совсем уже, то до окружающих. В Армавире организована работа мобильно-психологической службы, которая проводит диагностику состояния ребенка, консультации при отклонениях в поведении, насилии в семье или другой кризисной ситуации. Для вызова специалистов обращайтесь к школьному психологу или в штаб воспитательной работы. Инна Лепеткина и Горщинников, служба информации, телеканал РНТВ «Эрмавир». К другим темам. Опасное зелье. Сегодня наркоторговцы предлагают свой товар по интернету с помощью так называемых закладок. В роли как покупателей, так и продавцов могут оказаться подростки. Чем чревато употребление и распространение наркотиков, расскажет Влада Ваушина. Наркоторговцы становятся все изощреннее, а закон все строже. Полиция уделяет повышенное внимание выявлению и пресечению подобных преступлений. С начала текущего года в «Эрмавире» зарегистрировано около 160 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Сто из них тяжкие и особо тяжкие. Уголовная ответственность за наркоторговлю наступает с 16 лет, и она очень серьезная. Начиная просто банальное хранение, то есть от двух до трех лет и заканчивая сбытом, то есть от 10 вплоть до пожизненного заключения. Сейчас самые большие санкции по статьям – это наркотики в Головном кодексе. В этом году среди арестованных наркоторговцев нет несовершеннолетних, но в прошлом полицейским попался подросток из Успенского района. Он отправится под суд. Полицейские предостерегают школьников. Если кто-то пытается предложить вам заработать на распространении наркотиков, следует отказаться и заявить о попытке вовлечения в полицию. Эти деньги того не стоят. Я хотел бы родителям обратить внимание, что когда у их ребенка возникают, ну откуда ни возьмись, то есть большие крупные суммы денег, то есть он может позволить какие-то вещи, то есть не работая нигде, причем вы таких денег ему не давали, но это сразу стоит обратить внимание. Возможно, он помимо того, что он будет распространять наркотики, возможно, он сам их будет употреблять. Родителям стоит насторожиться, если у подростка появились странные друзья. Изменилось его поведение, ребенок стал скрытным. Проверить подозрения помогут в полиции. Обязательно следует туда обратиться. Даже однократный контакт с наркотиками может испортить человеку всю жизнь. За употребление предусмотрен штраф или арест, но это не самое страшное. Человек сразу попадает в черный список, который испортит ему репутацию. Данные лица поставят на учет, и с ними идет постоянная работа. То есть лицо, поставленное на учет, наркологический диспансер, то есть залп отрыве наркотиков, также влечет за собой очень массу негативных последствий. То есть это лишение воительских прав, лишение на хранение оружия. Также я могу сказать, что молодым людям особенно, которые хотят поступать и работать в государственных органах, то есть ворота будут закрыты. Общественность может помочь полиции бороться с наркоторговлей. По телефону 3202 нужно сообщать о подозрительных лицах, которые роются или что-то ищут по дворах и скверах. Появление надписей с адресами интернет-сайтов. Если вы случайно обнаружили тайник с наркотиком, тоже звоните в полицию. Влада Волошина, Артур Кржанян, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир». Спортсмены Армавирского реабилитационного центра для лиц с умственной отсталостью завоевали 15 медалей на Всероссийской спартакиаде специальной олимпиады в Смоленске. Состязания по легкой атлетике, плаванию, волейболу, юнифайт-волейболу собрали особенных спортсменов из 33 регионов России. В активе армавирцев 8 золотых медалей, 6 серебряных и 1 бронзовая. Это была заключительная информация. Еще больше новостей на сайте городармавир.ру, на авторадио и на страничках в соцсетях. Добавляйтесь в группы, чтобы первыми узнавать новости. С вами была Марина Белова. Всего доброго. Смотрите канал РЕН-ТВ.